Здравствуйте! Это проект Терри Доктор. Меня зовут Наталья Болдинская. Сегодня будем говорить о заболевании, которое на себе хотя бы раз в жизни ощутил практически каждый. Кариес. От чего он возникает? Каковы мифы и реальность об этой болезни? Сегодня у нас в гостях врач-стоматолог Елена Верзунова. Добрый вечер, Елена. Здравствуйте. Елена, ну первый вопрос, конечно же, что это такое? Что это за черные дырочки? Почему они появляются в зубах? Сам механизм вообще, что это? Кариес – это сложный велотекущий патологический процесс тканей зубов с поражением как решетки кости, так и органического слоя и неорганического слоя зуба. Органический сло – это эмаль? Это эмаль, это белковая часть зуба, белковая матрица, которая разрушается в результате воздействия неблагоприятных факторов в полости рта. Составляющая зуба неорганическая выщелачивается, органическая разрушается в результате воздействия кислот в полости рта. Вы уже около 10 лет работаете врачом-стоматологом. Скажите, за это время увеличилось количество пациентов именно с этой проблемой, с кариесом? Проблема с кариесом была всегда, и в связи с всевозможными факторами и внешней среды, и неблагоприятными факторами внутри организма человека. Заболевания участились, стало больше, и боремся мы с этим превентивными мерами. Стоматология шагнула намного вперед, но пока что борьба с кариесом тщетна. То есть это заболевание, которое часто встречается и с самого раннего возраста. Мы поговорим еще о причинах. Вы сказали, что они делятся на те, которые связаны непосредственно с самим человеком, и внешние факторы. Какие причины относятся к внешним факторам, что может спровоцировать кариес? Внешние факторы – это прежде всего прием пищи. Прием пищи, который способствует развитию кариеса. Есть пища, которая предотвращает кариес, есть пища, которая способствует развитию кариеса. В сущности, вся пища, которая содержит сахара, является причиной развития данного заболевания. То есть это может быть даже банальный хлеб? Абсолютно. Потому что сахар сейчас практически во всем отличается? Да, абсолютно. Любые продукты, которые содержат сахара, являются уже толчковым механизмом для развития кариеса. Но здесь речь идет о том, что человек не может не есть совершенно. Все-таки в процессе еды это возникает? Или это уже как процесс, который после употребления чего-то? Заболевание развивается как следствие неадекватной гигиены после потребления пищи с содержанием сахара. Для того, чтобы предотвратить кариес, необходимо поддерживать полость рта в состоянии абсолютного порядка. То есть соблюдать гигиенические меры ухода за полостью рта в домашних условиях обязательно. Необходимо посещать в целях профилактики врача-стоматолога хотя бы раз в полгода для санации, осмотра. И если имеются какие-либо начальные стадии заболевания полость рта, для их купирования на ранних стадиях развития. К факторам, которые, ну основной фактор это, я так понимаю, еда и то, что человек, вот как бы продукты питания внешне, которые влияют. Какие факторы внутренние, вот что к ним относятся? Внутренние факторы, ну если зондировать глубоко, это и генетическая наследственность, то есть сложные заболевания, которые влекут за собой не всегда адекватные и четкие, и правильное амилогенез зуба, то есть формирование тканей зубов, системные заболевания в основном так. И факторы непосредственно связанные с полостью рта, например, скученность зубов, макродентия, когда зубы крупные, челюсть мелкая, скученность торта, окклюзия, поворот зубов, скученность... Скученность это в смысле, когда зубы очень плотно? Очень плотно, зубы скученные, соответственно, скученные зубы, это и есть ретенционный пункт для пищи. Если пища сретенировала, соответственно, риски того, что она разложится на кислоты в результате жизнедеятельности микроорганизмов полости рта, этот риск очень высок. То есть, по сути, это генетические особенности, ну и строения зубов, да, и заболеваний? Да, плюс недостаточная гигиена, которые влекут за собой развитие кориозных полостей. Если делить мужчин и женщин, кто чаще болеет, или здесь такой статистики нет? Или, возможно, дети, пожилые люди? Ну, вы знаете, статистики по мужчинам и женщинам лично я не вела, наверное, нету, но склонность к образованию кориозных полостей, больше склонность у таких людей, которые задействованы на сложных производствах, например, где соли тяжелых металлов, ну, то есть, если производство тяжелое, если стрессорность на профессиональном поприще повышена, то это уже влечет нарушение обмена веществ в организме, и как следствие восстановления эмали уже не на таком уровне, как это должно быть у абсолютно здорового человека. Есть масса причин, но у деток кариес встречается чаще, чем у взрослых, потому что дети не способны соблюдать гигиену в силу своего возраста и особенности нервной системы на таком уровне, чтобы поддержать полостата в идеальном порядке. И у детей, если же есть начальная стадия кариеса, то шансов развиться до пульпита или периодонтита у них быстрее, потому что тканей твердых над поверхностью пульпы очень мало. То есть, у человека запас тканей у взрослого больше, нежели у ребенка. Сейчас я предлагаю посмотреть сюжет, который сняли наши корреспонденты на тему кариеса, затем мы вернемся к нашему разговору и узнаем, какие продукты наиболее вредны для наших зубов и как содержать полостата в порядке. По статистике, кариес есть у 95% населения Земли. Так что же это за болезнь такая? Кариес – это заболевание твердых тканей зуба и эмали. Неправильная гигиена рта, нерациональное питание, снижение иммунитета – это основные причины возникновения этого заболевания. Скажу вам, что если человек здоров и иммунный статус человека в порядке, то в принципе кариозное поражение исключается, поскольку существуют сапрофитные и патогенные микрофлоры. Если они не являются в нормальном титре, то они друг друга уравновешивают. Кариозное поражение как таково не развивается. Развивается кариес в результате действий бактерий на твердой ткани зуба. Они перекрепляются к поверхности и воздействуют на эмаль, вызывая кариес. На первом этапе появляется черное пятно. Далее поражается слой дентина, лежащий под эмалью. И последняя стадия глубокого кариеса – переход по спалению за пределы дентина. Первый, самый обычный симптоматический признак. Человек приходит с жалобой на то, что забивается пища в полости зуба, в патологической полости, имеется в виду кариозной, что есть болезненность при употреблении сладкого или кислого. Болезненность, которая уходит после того, как вы пополоскали или почистили зубы. Если боль возникает самопроизвольно, или же полость глубокая, и вы моете, чистите, это не приводит к успокоению болевых ощущений, тогда это уже однозначно пульпит. Воспаление мягкой тканей, которая сопровождается сильной болью и принимает гнойный характер. Вот они, печальные последствия обычного кариеса, которые всем известны как пульпит. Поэтому, чтобы этого избежать, нужно вовремя обратиться к врачу. Для лечения кариеса мы используем базовую комплектацию рабочего лоточка. Иногда мне нужны дополнительные средства, типа карбонного шприца для использования анестезии или же каких-нибудь инструментов для снятия налета. Для непосредственной очистки полости используется турбинный наконечник. Используется скалер, делается скеллинг. Это если необходимо зайти глубоко в патологический карман, чтобы причинить менее болезненное вмешательство и избежать кровоточивости. И для полировки используется угловой наконечник. Час у врача и кариеса как не бывало. И не стоит бояться стоматолога, ведь в 21 веке созданы все необходимые условия, чтобы сделать поход к врачу максимально комфортным и менее болезненным. Елена Трунова, Роберт Сиваков, Первый городской. Елена, мы уже начали говорить о кариесе у детей. Вот один из таких, я не знаю, мифов или нет, вот сейчас вы об этом скажете, о том, что у детей кариес лечить смысла нет, потому что молочные зубы все равно выпадут. Как к этому относятся врачи-стоматологи? Ну, я имею в виду, если зуб не болит и не беспокоит в целом ребенка, то некоторые родители считают, что не нужно его вести, мучить, пугать и так далее. Ну, по поводу того, что кариес у детей лечить не нужно, это миф. Кариес и любое заболевание детского возраста в полости рта лечить необходимо. Почему? Потому что молочный зуб – это та система, которая предшествует прорезыванию постоянного зуба. Если зуб молочный в порядке, если нет воспалительного процесса за верхушкой, соответственно, сохраняется место под прорезывание постоянного зуба и, соответственно, зачаток постоянного зуба, он не обсеменяется патологической микрофлорой, он не страдает никаким образом, он прорастает здоровым, с совершенным, правильным амилогенезом и в будущем служит беспрекословно своему хозяину. Самые маленькие пациенты какие у вас были? Самый маленький пациент, ну, это около пяти лет, и я помню этого первого пациента, это был мальчик, и это был уже сразу пульпит. Это был интересный случай, мы этот снимок очень долго потом хранили, даже не пять лет, а около шести, потому что уже были сформированы верхушки, потому как у детей вообще лечение детской стоматологии, лечение детей – это вообще отдельная сфера. Я всегда привожу пример своим мамам, папам этих детей. Я всегда говорю, если вы водите автомобиль, это не значит, что вы сели и полетели на самолете. То есть доктора, которые занимаются приемом детей, это профессионалы высшего пилотажа, это люди, которые должны быть тонкими психологами, с гибкими пальцами и очень адекватно относиться к капризам деток. От этого зависит, от этого, в первую очередь, зависит успех в лечении зуба. Если ребенок не открыл рот, не дался ни под каким предлогом, то вы практически потеряли зуб. Таким образом. И здесь, то есть ваш совет, все-таки, лечить однозначно. Деток можно даже чаще. Деток можно раз в три месяца, поскольку челюсть растет, меняется положение зубов, формируются верхушки, меняется ситуация в полости рта, появляются диастемы, треммы, возрастные изменения, ретенции пищи в какой-то момент становятся больше ретенционных пунктов. Сегодня кариеса нет, завтра ребенок начинает жаловаться. Буквально достаточно двух недель, чтобы ситуация поменялась в корне, в полости рта. Нужно ли делать какие-то самостоятельные осмотры зубов ребенка? Ну хотя бы визуально что-то можно увидеть или в этом смысла нет? Это, наверное, первая необходимая мера. Это первый звоночек, это лакмусовая бумажка, это то, что увидит родитель. Дети не всегда жалуются на какие-то проблемы во рту. Они зачастую терпеливые, боятся стоматологов и терпят до последнего. Если родитель невнимателен, то однозначно вы упустите ту или иную полость и поздно обратитесь. Нужно смотреть, нужно помогать чистить, учить правильно чистить зубы. Нужно учить ребенка не бояться сказать о том, что есть проблема во рту. Кстати, по поводу того, правильно чистить зубы. Какие основные моменты, которые актуальны для взрослых и для детей. Возможно, не все взрослые даже знают о том, как правильно чистить зубы и как долго нужно это делать по времени. Правильно чистить зубы, Это значит делать необходимые правильные движения в полость рта. Круговые, выметающие, это необходимо. Есть обучающий курс. Мы обучаем деток, у нас есть модель. Мы садим маму с ребенком в кресло, даем зубную щетку и начинаем обучать. Это мы учим в клинике. Родители это проектируют дома, в ванной комнате, учат детей правильно чистить зубы. Вот вам хочу сказать, что гигиена полость рта в детском возрасте, это, наверное, залог успеха. Это первое, что необходимо делать. Учить ребенка правильно чистить зубы. Как долго нужно чистить зубы в детском и взрослом возрасте? Здесь различается время? Вы знаете, поминутно, я вам не скажу. Но по ощущениям, взрослый человек по ощущениям, ребенок около 2-3 минут. То есть, если вы прошли все группы зубов правильными движениями зубной щетки, если вы все вычистили, визуально эффект виден, то этого достаточно. Чрезмерное давление тоже нежелательно. И на ребенка психологически нежелательно. И слезистое очень тонкое, можно повредить аккуратно. Аккуратно, но своевременно, каждый день. По поводу продуктов, которые вредны и полезны для наших зубов. Кстати говоря, дети, которые едят много сладкого, чаще у них кариес или нет? Естественно. То есть, это прямая зависимость? Прямая зависимость, прямая абсолютно зависимость. Если ребенок потребляет много сладкого, сахара остаются в слюне, и микроорганизмы начинают прекрасно себя чувствовать, делают свое дело, они раскладывают на кислоты. Кислоты, как известно, растворяют неорганическую часть зуба, соответственно, рухнет и органический слой эмали, и образуется патологическая полость в зубе. То есть, та информация, что сладкое вредит зубам, она, в общем-то, подтверждается, это не опровергнута, это не миф, это совершенно… Нет, это совершенно правильно. То есть, конфеты и все то, что в чистом виде сахар, это вредно. В чистом виде любой сахар, даже скрытый, остаточный, и если продукты напрямую, казалось бы, не содержат, то есть продукты, которые содержат… Например, белок, он тоже раскладывается на определенные компоненты, где вырабатываются кислоты. То есть, любой прием пищи должен сопровождаться последующей чисткой зубов. Чисткой или полосканием? Полосканием, чисткой. Все зависит от времени суток. От человека и, наверное, от стиля жизни, образа жизни. Ну, желательно после каждого приема пищи хотя бы споласкивать полость рта, а вечером, утром чистить зубной щеткой. Продукты, которые… Топ вредных продуктов, которые чаще всего мы едим, и которые ведут к возникновению кариеса. Повторюсь, те продукты, которые содержат сахара, и те продукты, которые содержат кислоты. Почему? Потому что… Ну, это и многие фрукты, например. Абсолютно правильно, фрукты цитрусовые. Цитрусовые вообще желательно употреблять через трубочку фреши, все, что натуральное, с натуральными кислотами, потому что это приводит к чувствительности эмали, и это не беспочвенно, а чувствительность. Значит, эмаль истончается, становится более подвержена и кислотам, и, в общем, абсолютно всему, и даже обсеменению поверхности налетом или же патогенной микрофлорой, букальным эпителием. Все то, что в полость рта приклеится, адгизирует на поверхность зуба с ослабленной решеткой быстрее, нежели с той решеткой, которая абсолютно упакована, и не повреждена, и имеет плотную поверхность. Продукты, которые полезны для наших зубов. Понятно, что полоскать рот нужно после любых продуктов, но, тем не менее, есть ли такой один, два, три, не знаю, какой-то перечень? Конкретно перечень я вам не скажу. Но я вам скажу, как врач со стажем, врач грамотный, продукты, которые дают физиологическую нагрузку на зубы. Все твердые продукты – яблоки, морковь, овощи, твердые овощи, которые, в свою очередь, при потреблении которых, в свою очередь, что делают они? И очищают зубы, поверхность зуба, и массажируют десна, и массажируют зубы, и все системы нашего организма, которые несут адекватную нагрузку, как мышцы в спортзале, так и зубы при жевательной нагрузке, все они оказывают свое физиологическое сопротивление, и, соответственно, этим повышают иммунитет. То есть, если мы болеем, у нас лейкоцитоз, если мы в зале, у нас болят мышцы, если мы нагружаем зубы твердой пищей, соответственно, укрепляется связка зуба, соответственно, редукции карманов не происходит, соответственно, все зубы задействованы в жевании, и у нас не бывает таких ситуаций, как иногда на приеме говорят, восьмые зубы не нужны. Нужны абсолютно все зубы, и восьмые тоже. Это все зубы мудрости, которые называют? Да, все зубы нужно нагружать, потому что при нагрузке зубы сохраняются дольше, прикус сохраняется в молодом состоянии дольше. Если человек в какую-то стадию уже запустил, там зубы уже не совсем в хорошем состоянии, эти советы по поводу даже употребления продуктов твердых, они все равно актуальны? То есть, они могут как-то помочь восстановиться, что ли? Ну, на стадии, смотря какая подвижность. Если на стадии сильной подвижности, то, наверное, поздно пить и бить в колокола, пить боржом и бить в колокола. Но если это только начальная стадия заболевания периодонта, то необходимо устранить острую стадию и научить человека правильно и чистить, и питаться, абсолютно грамотно подходить к ситуации, которая создалась на данный момент, а не постфактум. Ну и в конце разговора, подытожив уже все вышесказанное, ваши советы кратко, чтобы зубы были здоровы. Вот перечень советов от стоматолога. Что нужно делать каждый день? Необходимо проводить мероприятие по чистке полости рта утром и вечером. Обязательно. Нужно правильно и грамотно подбирать зубную щетку в соответствии с размером полости рта, возрастом, сопутствующими заболеваниями. Все учитывается. Нужно употреблять продукты с содержанием, стараться с меньшим содержанием сахаров из продукты, продукты, которые все-таки заставляют нас работать, а не просто проглатывать. И, наверное, не следовать мифам, что жвачка лечит кариес, что чем дороже зубная паста, тем лучше, что кариес передается от матери к ребенку напрямую. Нет, это не воздушно-капельным путем передается. Это все просто в результате неправильной гигиены. Кстати, по поводу жвачки. После еды это актуально? Хочу вам сказать, да. После еды в течение 10-15 минут жевательная резинка очень даже полезна. Чем полезна? Полезна тем, что она очищает полость рта от остатков, дезодорирует полость рта и способствует выработке желудочного сока, потому что прорабатываются рефлексы жевательные, вырабатывается желудочный сок, и пищевой комок в желудке усваивается быстрее. Это да, это плюс. Но более 10-15 минут – это уже минус, конечно. Этого делать не стоит. Спасибо вам большое за интересный разговор. Я думаю, советы были полезны нашим телезрителям. У нас в гостях сегодня была врач-стоматолог Елена Верзунова. В студии работала Наталья Болдинская. Берегите себя, будьте здоровы и до встречи на Первом городском. Субтитры делал DimaTorzok